МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа события в студии Лариса Шалафаст. Смотрите в этом выпуске. Все на ярмарку. Торговля на площади Куйбышева продлена на три недели. Долгожданный ремонт. В Ленинском районе привели в порядок тротуар. Профессиональные волонтеры. В Самаре проходят бесплатные курсы для добровольцев. Торговля на площади Куйбышева продлена еще на несколько недель. Предложение о продлении ярмарки до 30 ноября прозвучало от главы города Олега Фурсова, когда он побывал на площади в октябре. Производители обратились с просьбой дать им возможность поторговать еще, так как не успели продать запасы. Все уже согласовано с Министерством экономического развития Самарской области. 4-го числа, в пятницу, торговля будет, но недолго. С 8 утра до 2 часов дня. Это связано с празднованием Дня народного единства. Работать будут 100 мест, которые бесплатно предоставят именно производителям региона. С 5 ноября начнется временный демонтаж киосков, чтобы освободить пространство площади для проведения парада памяти 7 ноября. Все они будут возвращены на места к 11 ноября. Мы пока планируем вместо 270 порядка 120 мест. Но, если, конечно, желающих будет больше, эти места будут предоставлены дополнительно. В данной ситуации город идет полностью навстречу желаниям тех людей, которые хотят еще поторговать. Это связано, может быть, немного с теплой погодой как раз в августе и сентябре, потому что часть урожая, особенно капуста и так далее, оно как раз сейчас начинается сезон, и поэтому и овощники некоторые сказали, что мы тоже будем торговать. Молочная продукция, зараженная вирусом ящера, в Самару не попала. Официальное заключение дал Роспотребнадзор. Из-за вспышки ящера во Владимирской области в крупнейших торговых сетях страны изымают молочку популярных брендов. Вирус ящера может присутствовать только в сыром молоке, так как погибает при термической обработке. Тем не менее, продукцию отозвали в магазинах Москвы, Владимирской области и соседних с ней регионах. Молочной продукции производителей, размещенных на сайте сети интернет, на территорию Самарской области не поступало. Вся информация, касающаяся отзыва продукции, сложившаяся с неблагополучной ситуацией по ящеру, на территории Владимирской области размещена на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей благополучия человека в разделе документов. Подъем, зарядка, завтрак. Все по обычному распорядку, вот только вместо солдат – офицеры. В Самаре стартовал учебно-методический сбор командиров спортивных род. Он проходит на базе ЦСКА. За несколько дней офицерам предстоит пройти проверку по строевой, тактической и огневой подготовке. А на заключительном этапе их ждет проверка теоретических знаний. Они показывают именно то, что за год они выучили, что они запомнили, что довели до своих военнослужащих. Мы у них проверяем. То есть своего рода это контрольная работа, вот этот сбор. То есть мы здесь их и учим, и в то же время проверяем. Самара может спать спокойно. Борьбу за порядок на улицах города ведут силовики и общественники в рамках программы «Территория без наркотиков». Все ли спокойно в Самарском и Ленинском районе? В антинаркотический рейд вышла и наша съемочная группа. Сквер Высоцкого, площадь революции, Струковский парк. Маршрут рейда складывается из любимых мест отдыха горожан. Главное, чтобы отдых был без алкоголя и правонарушений. За этим и следят участники рейда, сотрудники прокуратуры, МВД, администрации Ленинского и Самарского района. Наша основная цель – это профилактические беседы. Но в случае сопротивления или отказа уйти или выбросить алкоголь или что-то другое, не запрещенное законодательством, то принимаем меры. Поэтому с нами и управление ВД, и прокуратура. В этот вечер обошлось без эксцессов. То ли холода отпугнули любителей горячительного, то ли привыкли, что улица – не место для алкоголя. В первую очередь, внимание на молодежь. Если подростка поймают с алкоголем, иметь дело ему придется с полицией. Направляются на медицинское свидетельствование, отдел полиции направляет. В последующем, в случае подтверждения алкогольного опьянения либо присутствия признаков распития алкоголя в общественном месте, составляются административные протоколы. Заплатить за свое нарушение придется от полутора до двух тысяч рублей. В такие рейды силовики и общественники выходят не реже, чем раз в месяц. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, События. Глаголом не только жгут сердца, но и буквально выжигают проблемы общества. В Самаре подвели итоги конкурса на лучшие материалы, направленные на профилактику наркомании. Жюри оценивало объективность, этичность и оригинальность материалов. В антинаркотическом конкурсе главные призы получили журналисты нашего телеканала. Юлия Черняева за выпуск программы «Твое время». Он был посвящен проекту Самарского дома молодежи «Время без наркотиков». Вторым лауреатом стала Инесса Панченко. Жюри отметил ее специальный репортаж «Своя дорога». Один из выпусков программы «Твое время» был посвящен теме профилактики наркомании, какие в нашем городе молодежные проекты осуществляются, как решается данный вопрос, как вообще ребята к этой теме относятся. И действительно было интересно, много было звонков, много было сообщений в интернет-ресурсах нашего телеканала. Очень часто мы обращаемся к вам, в том числе за помощью, чтобы вы подробнее осветили какие-то проблемы. Какая-то хорошая грань, которую вы соблюдете в своих репортажах, в своих снимках, в своих роликах, как раз позволит сделать гармоничное общество, чтобы в обществе относились по хорошему подогбарму, к любому, кто слабее. Далее коротко о других темах дня. Маршрутный автобус врезался в остановку общественного транспорта и сбил людей в крутых ключах. ДТП произошло в среду, 2 ноября в седьмом часу утра. Микроавтобус «Хюндай» следовал по маршруту номер 205. Пострадали трое человек, двое мужчин и женщина с 44 лет. Она скончалась в больнице. Пассажиров в маршрутке, по предварительной информации, не было. Стали известны подробности Резни в Новокуйбышевске. Как выяснилось, сын пытался защитить свою мать. Убийство произошло в одной из квартир дома на проспекте Победы. У арестованного 41-летнего мужчины были найдены в гараже драгоценности, принадлежащие потерпевшей. Однако на допросе он причастность к убийству не признал и от дачи показаний отказался. Как считает следствие, во время конфликта обвиняемый начал бить женщину топором по голове, а ее сын, защищаясь, схватил нож, но тоже был убит топором. Расследование уголовного дела продолжается. Самарский подшипниковый завод должен работникам 13 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры. В отношении предприятия возбуждено административное дело. Отметим, что долги по зарплате были на заводе и весной-летом. Однако в июне сообщалось, что Самарский подшипниковый завод их полностью погасил. Тогда речь шла о 30 миллионах рублей. В РКЦ «Прогресс» начались работы по переводу космического ракетного комплекса «Союз-2» на космодроме «Восточный» на горючее «Нафтил» вместо керосина. Это позволит выводить большую полезную нагрузку на все типы орбит. Этот перевод потребует дополнительных испытаний. При этом экологическая безопасность сохранится на том же уровне, что и при использовании керосина. Для жителей Самары в воскресенье 20 ноября проведут диктант по географии. В этот день каждый желающий, независимо от возраста и уровня образования, сможет присоединиться к акции, чтобы оценить собственный уровень грамотности. Диктант состоится в Самарском государственном педагогическом университете. Всех любителей географии будут ждать в аудитории номер 317 Естественно-Географического факультета по адресу улица Антонова-Овсеенко, 28. Как напоминают организаторы, участие является бесплатным и добровольным. Около 300 школьников и студентов обучат азам добровольчества. В Самарском доме молодежи реализуется образовательная программа «Волонтер-профи». О том, как будет проходить обучение и чему научат ребят, смотрите в нашем следующем сюжете. Улыбнись миру, и мир улыбнется тебе, уверена Анастасия. Вместе с другими неравнодушными ребятами она успешно прошла отбор в образовательную программу «Волонтер-профи» на базе Самарского дома молодежи. Ну и вообще стала волонтером, потому что мне нравится помогать людям бескорыстно и видеть их улыбку, дарить им радость. Заявки на участие в программу прислали более 800 школьников и студентов, но только 300 самых активных и заинтересованных прошли отбор. Организаторы планируют научить ребят безвозмездно помогать людям и организациям по шести наиболее востребованным направлениям. Это программы медиа-волонтерства, социального добровольчества, медицинского, спортивного, школьного и подготовки координаторов-волонтеров. Непосредственно сегодня начинается цикл обучения медиа-волонтеров. Это такое новое направление. Ну, условно говоря, мы будем готовить ваших коллег, тех волонтеров, которые будут участвовать в освещении разнообразных культурных мероприятий, спортивных мероприятий, мероприятий, которые проводятся в их образовательных учреждениях. Знания, которые ребята получат в рамках этого обучения, помогут им пройти собеседование и тестирование во время отбора волонтеров для крупных мероприятий. Занятия продлятся с октября по декабрь этого года. Все успешно прошедшие обучения получат сертификаты, а также новые знакомства и бесценный опыт. Андрей Горгуленко, Юрий Корнаухов, Максим Гусев. События. Долгожданный ремонт. В одном из кварталов на улице Чернореченская привели в порядок дорожку, по которой жители каждый день ходят на работу и водят детей в детский сад. Раньше она была вся разбита. Чтобы решить проблему, люди обратились к своему депутату. Качество ремонта проверил Олег Зверев. Два детских сада, начальная школа и тысячи пешеходов в сутки в Ленинском районе отремонтировали жизненно важный тротуар. Ежедневно жители нескольких кварталов ходят по этой дорожке в магазин, на остановку и обратно. Мария Васильевна инвалид по зрению. Для нее обновленная тропа все равно, что дорога жизни. Для моих глаз, для моей вот такой вот, как говорится, перехода отлично. Отлично. Спасибо большое. А раньше было вот бугор-яма, бугор-яма. В этих ямах вода. Идешь и прыгаешь, скачешь. О том, что дорога жизни находится в плачевном состоянии, жители не раз писали во все инстанции. И вот после реформы местного самоуправления был создан общественный совет, который обозначил проблему перед депутатом Виктором Егоршиным. Спустя время решение было найдено за счет небюджетных источников. Вы видите, какой здесь трафик пешеходный. Начали спрашивать у людей. И я понял, что это проблема всего микрорайона. Потому что огромное количество людей утром на работу, вечером с работы, в течение дня ходят по этому перешейку. Как мы видим, дорожка сделана. Жители неоднократно там делали депутатские наказы и разговаривали с депутатским корпусом. У нас была заявка по ремонту этой дорожки. От общими усилиями и в основном, конечно, депутатский корпус, привлечением в небюджетное финансирование сделали эту дорогу в таком хорошем качестве. И сразу новые пожелания от жителей. Теперь уже в адрес управляющих компаний ЖКХ, чтобы этот тротуар регулярно чистили от снега. Олег Зверев, Сергей Баскин. События. Это еще не вся картина дня. Сейчас к эфиру наши корреспонденты готовят следующие сюжеты. Драков Семашко. Новые подробности в деле об избиении врача. Грипп наступает. Самарцам рассказали, как защититься от болезни. Попробовали себя в роли пилотов Ту-154. Для самарских школьников провели экскурсию на авиакоре. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова